Молодой учитель истории Максим Суслов готовится к долгожданной встрече со своими учениками. Программу первого школьного дня он подготовил заранее. День знаний будет посвящен главному событию года – присвоению Самаре звания «Город трудовой доблести». Школьники получили онлайн домашние задания, которые должны были выполнить вместе с родителями. Наш класс, родители, дети, мы участвовали в голосовании, чтобы Самаре было присвоено это звание. Мы подготовили, собственно, само занятие на классный час. Дети должны будут подготовить истории о своих родственниках, кто, собственно, принимал участие. О трендах в системе образования на предстоящий год сегодня говорили во время властной педагогической видеоконференции. В таком формате принять участие в обсуждении смогли 50 тысяч человек. Было организовано интерактивное голосование по наиболее актуальным проблемам педагогической науки. Национальный проект открывает большие возможности перед системой образования. Сегодня вполне реально вернуть российскому обучению статус лучшего в мире. Тем более, что опыт и наработки у страны есть. Качество образования – одна из ключевых составляющих стратегии развития региона, стратегии лидерства. Губернатор Дмитрий Азаров предложил создать областное родительское собрание, которое смогло бы в режиме обратной связи участвовать в работе школ. Успех в обучении и воспитании ребенка зависит во многом от того, какую позицию занимают родители. Вопросов возникает немало и голоса родителей не должны быть разрозненными, а проблемы и предложения терятся в ворухе дел. Поэтому считаю важным создать областное родительское собрание. Ну а выразителем, наверное, организационной структуры и такого собрания смог бы стать областной родительский комитет. На родителей можно возложить один из важнейших вопросов – контроль школьного питания. Тогда новое меню будет, пусть и без особых изысков, зато премиального качества. Бесплатное горячее питание в Самарской области организовано для всех младших школьников, что удалось сделать далеко не в каждом регионе. Новая школа строится сразу с современными пищеблоками. До конца года будут открыты три новостройки, две из них в Самаре. Город и сегодня должен соответствовать статусу «трудовая доблесть». А в наступающем году – знаковая дата – 60-летие первого полета человека в космос. Темы для хороших уроков точно не истягнут. А в Самаре пройдет Всероссийская олимпиада по астрономии. Сегодня, как и много лет назад, от профессионализма учителя зависит, какой будет страна. Именно вы формируете будущее нашего родного края, будущее нашей страны. А чтобы формировать будущее, нужно обладать самыми передовыми навыками и знаниями. Поэтому самое серьезное внимание мы будем уделять непрерывному повышению квалификации учителя. Для этого в Самарской области в рамках реализации проекта «Учитель будущего» создаются два центра. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки профессионального мастерства. Практически все школы уже готовы принять учеников. 1 сентября станет особым праздником для детей. Они возвращаются в классы после долгого вынужденного перерыва. В каждой школе пройдут линейки, правда, только для первых и одиннадцатых классов, чтобы сохранить самые добрые впечатления о самом долгожданном Дне знаний в их жизни. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...